Кинофестиваль «Урек» в 2013 исполнилось 7 лет. Он начинался как всероссийский, а с этого года стал международным. «Севастополь» и «Фест» проходил впервые. В его программе были представлены фильмы молодых режиссеров из России, Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья. Победители выбирали в номинациях «Лучший документальный», «Патриотический», «Игровой фильм», «Телевизионный репортаж», «Экспериментальное видео», «Музыкальный клип». Международный кинофестиваль «Рек» проходил в течение всего года в семи городах. Это Благовещенск, Иркутск, Ангарск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Севастополь. А вот Берлину и Лондону еще только предстоит увидеть творчество молодых дарований. В фестивале приняло участие около тысячи юных кинорежиссеров. Нас интересует больше всего незатертое смышление, свежий взгляд на какие-то вещи. Нас интересуют тенденции молодежные, потому что кино развивается так же, как все развивается. И вот мы хотим увидеть это, и мы хотим, чтобы ребята и участники фестиваля, они могли нащупать вот эти новые тенденции развития кино именно на нашем фестивале. Организаторы говорят, фестиваль «Рек» – это шанс для молодых режиссеров проявить себя. Возможно, их заметят, и это станет стартом карьеры юных дарований. Рекомендация фестиваля является хорошей рекомендацией для поступления в высшеучебное заведение профильное на кинофакультеты, потому что у нас преподаватели активно отсматривают работы и выуживают оттуда талантливых ребят прямо для своих курсов. Екатерина Цвигун стала победительницей в номинации «Игровой фильм». Девушка обучается в Институте экранных искусств имени Маколайчука. Катя рассказывает, по первому образованию она экономист, но сейчас решила переучиться связать свою жизнь с кино. На фестивале начинающий режиссер Цвигун победила с фильмом «Ба, давай потом». Фильм о взаимоотношениях поколений. Две героини, бабушка и внучка. Достаточно камерная история о том, как два близких человека не могут найти общий язык, а потом становится просто поздно. А вот Марисоль Галыш победила в номинации «Документальное кино». Девушка режиссурой занимается непрофессионально. Это ее хобби. Но работы Марисоль уже получили признание. На фестивале с триумфом был показан ее фильм «Сломанная кукла». Фильм о мечте. О девочке с ограниченными возможностями, которая мечтала танцевать, и мечта ее сбывается. Это такой манифест для всех тех, кто мечтает и боится сделать шаг к своей мечте. В фестивале участвовал и украинский режиссер, актер, музыкант, художественный руководитель комик-группы «Маски» Георгий Делиев. Он победил в номинации «Музыкальный клип». Клип «Агент» называется. Я его снимал в штате Невада во время фестиваля «Бернинг Мэн». Я там взял такую маленькую эту камеру любительскую. Ну, прям купил ее перед выездом. Там снял, приехал, сам смонтировал. И получился такой, ну, какой-то, ну, на мой взгляд, небрежный клип, да, то есть, который там не стоит денег никаких, он никакой там не гламурный. Но вот здесь, вот в этом молодежном течении, он там что-то, ну, как-то понравился. Во дворце детского и юношеского творчества наградили победителей в разных номинациях, показали некоторые конкурсные работы, а все действие сопровождалось концертом. Хелена Кринухова, Денис Александрович, программа «Наше время».